всем привет дорогие друзья еще одна разберем одно очень необычное видение но я его называю видение потому что когда мы сталкиваемся с духовными существами а здесь будет встреча с далай-ламой известный гуру известный учитель с такими учителями как всевозможные ринпочея панчин лама далай-лама любое сновидение несет глубочайший смысл то есть эти люди они обладают глубочайшими реализациями сильнейшими благословениями и такие сны не снятся впустую не снятся просто так и само по себе подобное сновидение является уже даршином или же благословением то есть если мы благодаря нашей духовной практике наши нашему развитию смогли на себя обратить внимание то по крайней мере для нас это значит что мы идем в правильном направлении и так я буду зачитывать параллельно давать комментарии в ночь с 30 ноября на 1 декабря мне приснился длинный сон словно путь путешествия который начался с разбора через разбора через проживание ситуации внутри сна моих душевных переживаний он помог мне просто до конца все отпустить чего невозможно было заметить пробуждение но здесь она целенаправленно упускает часть этого сна скорее всего эта часть связана с ее материальной жизнью материальным существованием видимо это что-то более лично это не нужно нам ну я согласен как бы личные аспекты не надо приподнимать но нужно просто описывать и пытаться пытаться донести какова основная мотивация которое нас было перед сном то есть что вы хотели узнать и понять что вас тревожило что все сны приходят как ответ на наши внутренние поиски окончание этого сна было немного удивительным потому что до встречи с другом я ощущала себя внутри этого фильма сна но выйдя из комнаты ситуации за дверь я вдруг почувствовала свежий свежий воздух высоко в горах россии понятно да то есть горы россия не очень-то и горная страна но горы являются символами некой духовной силы и горы могут являться указанием на существование каких-то подлинных духовных традиций которые на духовном плане выглядят как гора ну и чаще всего на горе еще можно увидеть какой-то храм из которого исходит свет там какие-то гуру учителя находятся и так далее вот и здесь она оказалась высоко в горах вообще как бы символ гор он сам по себе мистичен очень мистичен с одной стороны горы являются признаком скверной кармы но с другой стороны горы также являются символом высшего духовного устремления то есть данный символ он по себе контрастный но весьма интересный то есть он может нести как и неприятные аспекты так и более возвышенные аспекты не зря же тот же самый бог шива он медитирует у подножья гор то есть это тоже символ того что горы являются символом некого трансцендентного места с одной стороны с другой стороны писания говорится что допустим родиться в горах это признак плохой кармы это тоже так и есть далее читаем высоко в горах россии там было относительно немного людей все были взбодражены новостью о том что в россию приехал далай-лама вот известно да далай-лама это величайший учитель это духовная личность которая решает вопросы тибета кстати относительно далай-ламы известно что это его последнее воплощение больше на землю не будет приходить но по крайней мере с этой миссии то есть он может рождаться но скорее всего не другое будет какое-то развитие в его судьбе далее я очень обрадовалась и побежала скорее его искать прибежав туда где он был я видела его окруженной окруженную толпой и поняла что перед всеми подходит еще раз что перед всеми подходить к нему не нужно более того увидев его до того как он меня заметила вспомнила что мы когда-то с ним договорились что при следующей встрече я ему скажу про кое-какого рин пачи видите здесь уже пошли воспоминания прошлых воплощений то есть при таких вот необычных мистических встречах когда уровень энергии резко подскакивает у нас снимается пена пелено с нашего ума и приходят воспоминания вот этот пример того воспоминания что они в прошлых жизнях договорились о одном событии что она ему напомнит в этом событии относительно обещание которое дала на еще в прошлой жизни то есть это также пример того что наши прошлые жизни являются основанием для наших следующих жизней и так далее вот и здесь она говорит что при встрече она должна напомнить про одного из учителей рин пачи это учитель один из учителей которых но это как это очень высокий уровень уровень учителя и такие учителя они являются туку перерожденцами они жизни жизнь они во первых высокого уровня это не просто гуру какой-то нет это гуру достигший просветления очень высокого и он из жизни в жизнь просто рождается выбирая себе место их называют все тулку или же рин пача это такая приставка меня всю распила извиняюсь меня всю распирала от предвкушения и радости что вот-вот мы встретимся я удивлю его своим появлением и дождалась нужного момента кстати забыл упомянуть действительно все диалоги с учителем желательно чтобы они были ну как бы наедине дело в том что вопрос не в тайне вопрос в том что мы когда задаем вопросы учителю он всегда дает ответы из своего просветленного состояния то есть это нектарные знания и если это благословение все что говорит учитель это является благословением все что говорит учитель нам лично то как бы эти знания лучше сохранять в тайне потому что это это точечные знания которые работают только в одном направлении в направлении нашей судьбы если же людей много вокруг то чаще всего есть люди которые с не совсем чистым умом это может дать какую-то сбивающую энергию сбивающую прану нашему собственному развитию нашей судьбе нашему существованию это будет минусом поэтому но такие вопросы как бы если что-то не столь глобальное то можно задать вопрос допустим учителю в индии независимо там от мест от места и времени и обстоятельства а если что-то касающиеся судьбы то это личный вопрос это лучше где-то там пойти к нему на личную консультацию на личный даршин попроситься и там обсудить все вопросы так и он спас и он спокойно это принял и предложил мне поиграть в классики чем мы и занялись здесь такой смеющийся смайлик она вставила знаете какая основная особенность духовных учителей они реагируют в соответствии с нашим внутренним состоянием с одной стороны кажется что за бред блин духовный учитель пришел в духовном мире играть со своим другим человеком знакомым с прошлой жизни в классике чушь на решу это такое на решу это за духовная реализация нет на самом деле это говорит о нашем юном детском состоянии и далай-лам он просто так реагировал на наше появление для него это нормально то есть в этом нет ничего такого то есть это даже благословение в силу того что надобряет твое детское юношеское состояние внутри души то есть когда мы дети внутри а тело наше растет то состояние детства состояние где детской игривости наивности открытости простоты они являются на самом деле деле для жизни более ценными и далай-лама подтвердил таким образом что ты находишься в правильном состоянии так это было весело кстати очень потому что у него получалось немного зависать в воздухе когда он прыгал и меня это очень забавляло но это ли висит хиллитации демонстрировал то есть он показывал что он умеет летать и он является тулку перерожденцем последнее что я помню что он телепатически мне говорит имя но но не состояло из слов однако в этом странном языке распознала два четких смысловых две четкие смысловые структуры ими имя имеется в виду он дал ей имя или же напомнил ее имя с ее духовного состояния на самом деле все духовные имена они не звучат словами поскольку вы находились состояние астральном в состоянии астрального мира в состоянии сновидения осознанного сновидения то естественно там происходила передача знаний тех знаний которые вам необходимы и чаще всего они они вообще как бы выглядят не и звучать не как слова а как некая энергетическая структура которая в какой-то момент в нас раскрывается посредством благословение извне но для примера да и вот это вот энергия она воспринимается как имя но это имя очень родственное и она резонирует с нами да то есть гуру или же далай-лама увидев нас какую-то духовную суть он ее проявил вовне и дал таким образом духовное имя это благословение когда мы получаем духовное имя от учителя это является символом того что учитель берет ответственность за нас в своем развитии и он нас хочешь не хочешь он нас вытащит то есть принцип какой отец дает детям своим имя правильно точно также здесь духовный учитель дает имя и таким образом мы становимся его детьми на духовном плане и он естественно детей не бросит гуру настоящие учителя своих последователей не бросают и имя является залогом ну я уж совсем сильно утрировал до чтобы уж совсем все 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 поняли суть это духовное имени и гуру когда дает духовное имя он таким образом дает свое благословение он говорит тебе я там я тебя не брошу не волнуйся помогу вот тебе благословение и само благословение она еще как бы непрерывно в нашу жизнь привносит энергию учителя и наша жизнь развина развивается в соответствии с энергией учителя это тоже большой даршан не просто получить имя не просто получить мантру на комплекс а сам какие-то знания это еще не не самая основа а вот еще и духовное имя получить есть еще тайные духовные имена и того это многого стоит и вот ваше мистическое переживание она на самом деле очень ценно вот очень ценно это как вы описываете получение этого имени я сейчас зачитаю даже имя мы и немножко разберем так как две четкие смысловые структуры но это понятно да далее имя состоит из двух слов цветок и ребенок цветок слово цветок содержало в себе смысл лотос розовое благоухание розовая это любовь на самом деле благоухание но цветы все пахнут до лотосы тем более есть розовые лотосы вот и ребенок веселье смех радость смысл слова второго слова ребенок были таковые веселье смех радость но на самом деле это качество к примеру лет 15 назад у меня было я не помню помню даже описывал в одной из книг это видение когда я себя увидел не как ребенка а как воплотившиеся на земле всего лишь четыре качества и там шло перечисление этих качеств в состоянии медитации я увидел что это причем совершенные качества карточка качество там просто ты открытости но это это не качество человеческие потому что человеческое мире эти качества они чаще всего несут массу других аспектов в духовном мире эти качества будучи совершенными они несут глубинный смысл этих качеств то есть когда допустим мы смотрим на вайраги мы видим ну что мы видим футболку лицо наушники вот но в духовном мире это воплощение всего лишь четырех качеств мы не будем их перечислять как бы это такой глубокий смысл но некоторые из них я назвал уже вот совершенно искренность совершенная простота и так далее далее зачитываем так 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 и так и мы продолжали давайте зачитаю еще раз более того увидев его до того как он заметил меня вспомнила что мы как-то договорились с ним что при следующей встрече и я ему скажу про кое-какого ринпачи меня все распирал от радости так но это мы разобрали далее но он каким-то образом телепатические так простите друзья еще раз перечитаю все заново меня все распирало от предвкушения радости что вот-вот мы встретимся я удивлю его своим появлением я дождалась нужного момента и подбежав у меня уже вот-вот должна была вырваться обговоренная фраза но он каким-то образом телепатически мне сказал свою фразу и мы продолжали говорить уже без слов но общение с ними на самом деле действительно происходит без какого-то речевого аппарата нам не надо говорить словами мы просто передаем знанием друг другу и знаем и вообще как бы такие диалоги происходят очень коротко это один из элементов которые я всегда пытаюсь донести что когда я при является духовное существо вы не будете с ним полтора часа сидеть разговаривать на какую-то тупую тему как это в тени линги описывается там двухчасовой какой-то текст который иисус христос начитал или архангел михаил нет такого там на самом деле все понятно понимаете там все понятно и это это всего лишь символ даршана благословение тебе приходят что-то говорят одно но две три фразы максимум все весь весь разговор окончен о чем говорить если ты в том состоянии все и так понимаешь у тебя просто пелена сходит с головы и ты понимаешь что нужна духовная практика вот у тебя проблемы в этой чакре в этом структурам каком-то элементе астрального тела в этом здесь у тебя в судьбе проблемы так далее все это знаешь о чем говорить вот и мы продолжали говорить же без слов вот это вот и есть то есть обмен знаниями он происходит как бы естественным образом но обменивались своими переживаниями которые прошли пока мы не виделись то есть делились воспоминаниями хочу сказать что при таком общении удивляет всегда очень большая скорость то есть ты можешь в этом состоянии описать свою жизнь в течение пол пол секунды буквально понимаете соответственно когда мы делимся знаниями мы не просто рассказываем передаем знания мы еще и видим события и на этой ускоренной такой вот как бы условно говоря перемотки это все воспринимается очень легко ты смотришь события человека прошлой жизни предыдущей жизни эту жизнь да и понимаешь да 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 я все понял там вообще все хотя события там десятилетия проносятся за эту секунду это очень большая бы очень интенсивная скорость сознания очень мощное сознание так мне почему-то было очень важно донести ему что я знаю кто сатана я как мантра ему передавала он сатана у сатана у сатана ну то есть о ком-то из ринпача согласно традиции тибетского эзотерического буддизма ринпача это толку перерожденец но на самом деле даже учителя на таком уровне имеют возможность падать это неудивительно это вообще неудивительно потому что в писаниях тех же самых говорится что допустим кали юга я всегда это привожу качестве примеров калека кали юга начинается после того как брахма позволит упасть своим собственным грехам на свою спину и брахма это такое божество которое но она совершенно но все-таки совершает какие-то промахи вот и раз раз даже такие ошибки совершает сам брахма один из высшей троицы божеств традиции индуизма то уже о чем говорить о тех же самых ринпача которые по уровню реализации находятся намного ниже вот относительно сатана но им имеется ввиду что он брахма ракшас или по падшей святой или падшей такой вот падшая душа которой я несет очень большую нечистую негативную силу увы увы сейчас на планете действительно очень много учителей которые искажают знания искажают традиции искажают судьбы своих последователей к сожалению при великому сожалению но смотрите и дальше что он описывает а он спокойно это принял предложил мне поиграть в классики вот и дальше уже потом у них развиваются вот эти вот дальнейшие их диалоги да то есть я таким образом подчеркнул что почему почему выстроены таким образом само сами само видео для того чтобы мы понимали что уровень взаимоотношений вот даже здесь на этом примере он равный то есть когда две души встречаются они общаются как с равными это качество того что уровень развития данного человека и далай-ламы он один и они даже но если два человека взрослых играются веселятся играют в как они называются классики да я не если не ошибаюсь в общем такие штучки которые там прыгаешь толкаешь по квадратикам эти кругленькие такие не знаю как они называются вот это говорит о том что они приблизительно на уровне игривости находятся в одном состоянии они дети внутри и судьба у них одинаковая то есть если бы это был были взаимоотношения учитель ученик тогда он боился по-другому он бы пришел бы строго дисциплинированно сказал там сын мой дочь моя я даю тебе мантру и даю тебе наставление вот это сделай вот это не делай туда не ходи и так далее а здесь диалог на равных и имя которые он дал цветок и лотос на самом деле цветок лотос это падма ребенок здесь скорее всего упоминается но мы уже с ней говорили я и сказал что на самом деле скорее всего ваше имя падма или падме поскольку данное имя переводится как рожденный из лотоса это имя которое также носил гуру падма самбава и у данной подписчицы действительно очень сильная необычная энергия и состояние созерцания действительно там видны образы и падма самбава и традиции индуизма но это же такая отдельная тема то есть скорее всего у нее имя рожденные злота это также является символом того что в душе так как такого ребенка есть кармы который указывает на связь со святыми небесами поскольку только там рождаются из лотосов там боги рождаются не из человеческой утробы не из матерей а из сразу на озере появляется цветок из цветка появляется младенец дальше он за какое-то короткое время вырастает и очень долго живет таким образом происходит рождение на святых небесах и таким образом дайва лама подтвердил что душа в этом человеке пришедшие с высших духовных миров с высших небес хороший символ очень хороший символ вот полное имя под нас а бава рожденный гуру рожденные злота сада похоже но скорее всего ваше имя это подпадма и он это передал более серьезное настойчиво чем все предыдущие ну естественно это же по сути благословение конечно будет серьезен положил положил руку на плечо и я тут же от этого проснулась и первое что увидел открыл глаза была огромная луна которая светила прямо на меня я побежала к маме рассказывать сон пить чай и идти практиковать йогу похвально очень похвально хорошее переживание вот друзья всем рекомендую быть столь усердными и добиваться результатов на пути йоги не просто заниматься йогой не просто читать мантру от добиваться результатов потому что в айраги он не просто читает не просто я бы сказал пожестче что-нибудь он добивается результатов и вы научитесь подобно этой женщине под подобно этой девочке добиваться результатов благодаря практике до связи